Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Челны ТВ в студии Елена Камалова. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Они готовятся к переезду, а их будущие соседи совсем этому не рады. По словам жителей 5624А2, в их доме будет хостел. Об этом они рассказали Эльмир Гайниудиновой. Подъехать к остановкам невозможно. Водители автобусов жалуются на легковые автомобили. И снова клещи. Как не стать жертвой кровососущих насекомых? Подвели итоги перед началом нового учебного года. В Челнах прошло августовское совещание. Подробнее в материале Христины Балабановой. Боимся за себя и детей. На горячую линию Челны ТВ обратились жители многоквартирного дома в 56-м комплексе. Они опасаются, что в подвале их высотки будет хостел для мигрантов. В помещение уже завезли мебель, постельные принадлежности и многое другое. В проблеме разбиралась Эльмира Гайниудинова. Попасть внутрь подвала нам не удалось, потому что собственник помещения сегодня закрыл дверь на ключ. Но если мы поднимемся по лестнице и посмотрим в окно, то можем увидеть, что внутри уже есть двухъярусные кровати, одеяло, подушки, матрасы и многое другое. В общем, в подвале созданы все условия для того, чтобы здесь жили люди. А это видео прислали жители дома 56-24-А2. Им удалось попасть в подвал, который сейчас больше напоминает общежитие. Здесь обустроены отдельные комнаты. В каждой по несколько двухъярусных кроватей, бытовой техники, тумбочки и столы. Подвал у нас не приспособлен для жилья. Его постоянно затапливало. Комары, это надоели, а сейчас еще клопы уже пошли, уже тараканы пошли. Зачем нам это? Мы жили все эти года, я вот здесь 10 с лишним лет живу, и мы жили без клопов и тараканов. Сейчас пошли. Они привезли всю мебель бэушную. Коммуникации тоже имеют весомый аспект, потому что это все идет по потолку. Там всевозможные узлы, которые обеспечивают полностью водоснабжение, канализационные трубы. И часть этих инженерных коммуникаций проходит в комнатах. Также жители беспокоят и неизвестность. Ведь они не знают, кто будет жить в подвале. Но подозревают, что люди из ближнего зарубежья. Там куча народу будет, во-первых. Во-вторых, они же все приезжие, и мы не знаем же, каких людей сюда отправляют, какие люди с какими намерениями переезжают. Конечно, я против в целях безопасности детей наших, потому что любые командировочные, неважно какой национальности, это люди, которые далеко от дома находятся. Здесь у нас за домом педколледж находится. Там у нас школа кадетская. То есть девочки и девушки ходят здесь постоянно. Криминализация будет тут. Молодежь это непонятно, с каких стран приезжает сюда. Что делают, не знаю. Тут дети гуляют у нас маленькие, там, ну, семьи. Чего, попутали там вообще что ли уже? Ну, там, разрешайте такие вещи здесь. Наша съемочная группа попыталась связаться с собственником помещения. Алло. Кто это? Алексей Николаевич, добрый день. Это Эльмир, телеканал Челны ТВ. Я... За разъяснением ситуации мы также обратились к юристу, чтобы узнать, как быть в данном случае жителем дома. Если у жильцов, собственно говоря, есть какое-то предположение, что организован бизнес хостелов незаконный или с нарушением норм закона, необходимо обратиться в прокуратуру, конечно же. Также необходимо обратиться в Роспотребнадзор. Но, я думаю, не помешает обратиться в жилищную инспекцию, поскольку там имеются имущества, общее имущество многоквартирного дома. Как отметил юрист, к хостелам есть определенные требования. Например, высота потолков должна соответствовать нормативным. Должна быть определенно планировка, то есть деление на жилую и нежилую зоны. А в подвалах и цокольных этажах домов такая возможность не всегда имеется. Альмира Гайнудинова, Кирилл Хабзея, Новости, Челны ТВ. Водители автобусов большой вместимости не могут доехать до остановочных павильонов. Места заняты. Некоторые автолюбители паркуются на полосе, предназначенной для общественного транспорта. А это создает помехи движению автобусов. Сегодня наша съемочная группа провела собственный рейд. Что из этого вышло, узнаете в нашем материале. Очень многие с благодарностью уходят. Спасибо за такие большие автобусы. Мы тоже довольны, гораздо нас благодарят. У нас тоже настроение поднимается. Но настроение портят некоторые автолюбители, которые оставляют свои машины возле остановок. Тогда к ним подъехать невозможно, сетуют водители автобуса большой вместимости. По словам Равиля Фатахаева, они пытаются решить проблему и самостоятельно, прося автолюбителей убрать машины и не создавать помехи движению общественного транспорта. Если им замечания делать, они еще с нами начинают ругаться, кулаками, говорится, махать. Это очень тяжело. На всех остановках практически везде легковые автомобили стоят. Они нам очень сильно мешают. На всех остановках практически по проспекту Мира. И вот по 26 маршруту за Мелике, если там одна полоса полностью легковыми грузовыми машинами стоят. Из-за чего водители автобусов не могут вплотную подъехать к остановкам. Все это в конечном счете доставляет неудобства и пассажирам. Некоторые такие автолюбители оставляют, где попало. То есть автобус даже не может подъехать. Приходится бегать за автобусом. Тяжело. И нам выходить дальше надо. Приходится идти. Поэтому неудобно. И водителям тяжело. Надо объезжать все эти машины, которые стоят на остановке. Вот где Беляево, там есть пицца или шокма. Там оставляют, там машину ставят, и они потом не могут подъехать автобусом. Автолюбитель может остановиться на остановке только для высадки и посадки пассажиров. И важное условие – не создавать помех автобусу. Но, по словам водителей, машины на их полосах стоят по несколько часов. Габариты автобусов большие. Поэтому, по словам водителей, из-за того, что некоторые автолюбители оставляют свои машины недалеко от остановочных павильонов, снижается маневренность, но увеличивается риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах. У нас есть даже такие факты, что по два часа машины стоят на остановке. Это такая проблема. И у нас водители, так как не могут вовремя посадить, высадить пассажиров, у нас увеличивается интервал движения. За 20 дней августа зарегистрировано около 90 нарушений. В салоне каждого автобуса большая вместимость, есть видеофиксация, все нарушения фиксируются. А в дальнейшем снимки отправляются в госавтоинспекцию для принятия соответствующих мер. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия, или у вас есть проблемы, обращайтесь на горячую линию Челны ТВ. Пожар, драка, авария, нарушают закон, стали очевидцем происшествия. Звоните на нашу горячую линию 51-3131 или на номер 8-939-311-3131 или присылайте сообщение в WhatsApp. Мы работаем круглосуточно. В Татарстане продолжается строительство объездной трассы. Сейчас дорожники выполняют третий этап обхода набережных Челнов и Нижнекамска. В рамках него возводят шестипролетный мост над рекой Челна, путепровод и две транспортные развязки. На объекте побывала наша съемочная группа. Дорожники строят путепровод над региональной дорогой Новотроицкая-Комсомолец Тукаевского района. К возведению объекта приступили в августе прошлого года. Наибольший объем работы уже выполнен – около 85%. Здесь у нас подрядчики уже выполнили устройство растверков, стоек, ригелей, смонтировали балки, также залили монолитную плиту, приступают к работам по устройству мостового полотна. Сейчас они устраивают цеколя, устраивают деформационные швы, скоро приступят к устройству оклеечной гидроизоляции. Строительство проводится в рамках третьего этапа обхода Челнов и Нижнекамска. Протяженность участка составляет 33,5 километра. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, на путепроводе установят барьерное и перильное ограждение. Здесь очень высокий класс прочности бетона. То есть на всех искусственных сооружениях идет бетон прочности не ниже Б-30, с большой водонепроницаемостью и морозостойкостью. Здесь, получается, будут заезжать машины и ставятся датчики на прогибы. Таким образом дорожники проверят прочность полотна. Каждый пролет путепровода должен выдержать нагрузку в 4 груженных грузовика длиной 18 метров. Кроме того, ведутся работы и по строительству 6-пролетного моста через реку Челна. Протяженность проезжей части составит 166 метров. Это по две полосы движения в каждую сторону. После устройства монолитной плиты мостового полотна выполнят деформационные швы и уложат в ядроизоляцию, которая защитит конструкции от коррозии. Планируется уложить двухслойное покрытие из асфальтобетона. Альмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, Новости, Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Требуется супервайзер. Продукция АО «Макфа». Зарплата от 70 тысяч рублей. Телефон 8-965-610-59-19. Вы смотрите новости и мы продолжаем. В парках и скверах города в эти дни вновь активизировались клещи. Так, в травматологическое отделение БСМП уже обратились 9 пациентов с жалобами на укусы. Случай, зарегистрированный в КДМЦ. Как обезопасить себя и своих питомцев, напомнила Лилия Агатина. Погода поменялась и клещи вновь активизировались. Как правило, пациенты обращались с укусами после поездки в деревню, на дачу. Также кровососущих насекомых встречали в парках и скверах. У детей чаще всего клещей находят волосистые части головы и за ушами. Кровососущих насекомых можно принести домой и после прогулки с животными. Одевать ребенка светлые однотонные формы одежды, чтобы лучше визуализировать клещи при их атаке. Одежда должна закрывать максимально участок тела. Манжеты должны присутствовать на рукавах. Рубашки должны быть заправлены в брюки. Брюки, соответственно, заправлены в носки. Обувь тоже должна быть крытой. Этих правил придерживается семья Шеяхметовых. Их они живут в районе парка Прибрежной и ежедневно выходят гулять с детьми. Поэтому после прогулки обязательно осматривают себя на наличие клещей. Посмотрим дома. Беречь все надо. Надо платок, надо все такое закрытое, одежда закрытая должна быть. И домой пришли, опять проверять надо все. Если где-то что-то чувствуется, надо проверять обязательно. От клещей страдают и животные. Так в городской ветлечебнице на днях оказали помощь трем собакам. Ветеринары советуют владельцам не забывать про регулярную обработку животных специальными препаратами. Алилия Агатина, Сергей Вильданов, Новости Челны ТВ. В челнинских школах появится советник директора по воспитательной работе. Об этом сообщили сегодня на ежегодной августовской конференции среди педагогов школьного и дошкольного образования. В рамках мероприятия для участников подготовили зал славы лучших учителей и учеников. Какие темы обсудили на конференции в школе номер 62 в материале Христины Балабановой. Энджи Ахметянова уже со школьных лет знала, что свяжет свою жизнь с педагогической деятельностью. Хотелось продолжить династию учителей, призналась Челнинка. На этом и сделали акцент на традиционной выставке, где школу представляли свои династии учителей. Наша династия всего насчитывает 29 педагогов с общим педагогическим стажем в 776 лет. Во главе нашей династии Хамитов Рахим Нуролович. Также его жена Хамитова Гульмануана Сыбуловна, два сына, снухи, племянники, дочь, продолжители педагогической династии. После выставки педагоги, а также администрация города подвели итоги прошедшего учебного года и обсудили планы. Традиционно августовская конференция началась с гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. Во время конференции начальник образования Рустем Хузин рассказал об изменениях, которые произойдут в предстоящем учебном году. К примеру, в школах ведут должность советника директора по воспитательной части. Ему предстоит решать конфликтные ситуации и организовывать культурные и спортивные мероприятия. В рамках учебных дисциплин появятся темы, связанные с вопросами противодействия коррупции. Сейчас в городе 132 дошкольных учреждения, которые в этом учебном году будут посещать более 30 тысяч детей. Инклюзивные группы работают в трех детских садах, которые посещают 46 дошкольников. Значит, несмотря на дефицит мест в детских садах, сеть специализированных групп ежегодно расширяется. Так, за последние четыре года открыто дополнительно 34 такие группы. Во время конференции министр образования Республики отметил, что образование в Челнах на высоком уровне. По словам Эльсура Хадиулина, жаловаться на кадры благодаря Пит-колледжу и университету грех. Но кадровый вопрос серьезный, и подготовку учителей необходимо начинать со школьной скамьи. Мэр города, в свою очередь, отметил, что за последние пять лет количество учеников увеличилось на 14 тысяч. Если смотреть по результатам прошедшего учебного года, то могу сказать, что 229 выпускников награждены медалью за особые успехи учений. 27 выпускников получили стоп-вольные результаты. Также на конференции отметили, что за пять лет 49 дошкольных учреждений смогли привлечь гранты на общую сумму более 72 миллионов рублей. Полученные средства направляются на развитие конституционных центров, создание условий для детей с ОВЗ, развитие полилингвального образования, инновационных технологий. Христина Балабанова, Леонард Султанов, Новости Челны ТВ. Наслаждение в каждом кусочке в набережных челнах продолжает работать выставка-ярмарка и край рыбы Камчатская. Ценные дальневосточные породы рыбы – это настоящий кладезь полезных веществ и микроэлементов. Все это можно приобрести в торговом центре «Грин» на первом этаже. Вход со стороны Автозаводского проспекта. Аромат слабосоленой рыбы, деликатесов, горячего и холодного копчения. Каждый кусочек как на подбор. Постоянные клиенты и те, кто решил впервые полакомиться деликатесами, уже выстраиваются в очередь, чтобы приобрести белорыбицу, палтус, нерку, тумца. Особой популярностью пользуется чавыча. Просто рыбку я люблю. Я люблю и свежую, и соленую, и саможарю, и самотушу рыбку. Ну, рыбная душа. Кусок из такой я его режу на кусочки, в морозилочку. Надо достало, съела. Не первый раз. Чавыча взяли. Понравилось в прошлый раз, поэтому приехали и взяли. Вы знаете, цены вроде нормальные, но мы не первый раз покупаем. У нас не хранится, у нас на три семьи. Детям отдаем. Съедаем сразу. У меня супруга все время покупается. Ей нравится, поэтому желание жены. Икорку взял в контейнер белорыбицу и чавычу. Ну, попробуем. Говорят, вкусно. Наряду с рыбой челнинцы с удовольствием покупают и крупнозернистую красную икру свежего улова. В ее составе только соль, натуральный консервант, говорят продавцы. Ценит икру не только за вкусовые качества, но и пользу для здоровья и иммунитета. У нас шикарная икра, крупнозернистая, прям с зернышка к зернышке. Она богата витаминами и микроэлементами. Сухая, хорошая, прям отборная икра. Приобрести дальневосточные деликатесы в выставке икра и рыбы Камчатска можно по 26 августа включительно в торговом центре «Грин» на первом этаже. Вход со стороны Автозаводского проспекта. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке, которые для вас подготовила Лилия Гатина. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до встречи на нашем телеканале.